Здравствуйте, я Владимир Беляков, в эфире программа Prime. С 24 февраля по 24 марта по всему Казахстану проводится месячник борьбы с туберкулезом и его профилактики. Об этой теме мы сегодня будем говорить, и чтобы лучше разобраться в предмете, мы пригласили в студию Ерлана Татимова, главного врача Актюбинского областного противотуберкулезного диспансера Насгуль Ишкееву, заведующего лабораторной службой этого же комплекса, и Нурлана Акзамова, заведующего легочно-хирургическим отделением, опять же, этого диспансера. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я знаю, из школьной программы, ну и вообще из повседневной жизни, туберкулез характеризовался всегда как болезнь социальная. Сейчас это как-то изменилось или это так и осталось? Ну, контингент, который подвержен этой инфекции, в любом случае остается группа риска, то есть асоциальные лица, которые имеют вредные привычки, которые менее охвачены и, конечно, имеющиеся сопутствующие с патологией. На сегодняшний день, кроме того, что мы имеем структуру и теологию патогенеза, это заболевание, это, конечно, стрессовая ситуация, которая приводит к последующим снижению иммунной иммунитета и дальше заболевает наша инфекция, которая называется туберкулез. Вот, насколько я знаю, что в конце 90-х, в начале 2000-х годов страшные показатели были просто в Казахстане. Вот у меня есть некоторые цифры. Допустим, по республике Казахстан в 2006 году на 100 тысяч населения болело 132,1 человека. Хотя, по данным ВОЗ, эпидемия заболевания туберкулезом считается 50 случаев на 100 тысяч населения. А у нас в области, эта цифра была в 2006 году 163 человека, а в 2009-м 116. Ну, падение налицо сейчас, сегодня с этим что? Ну, на сегодняшний день эта цифра, статистика, не упругающая население, но тем не менее туберкулез, как инфекция, остается актуальной. На 100 тысяч населения на сегодняшний день болеет 58,4 человека. Упало хорошо? Да. Да, это, если население мы знаем, что 849 тысяч населения проживает, это 490 больных, которые зарегистрированы за истекший год. Но все равно это за ВОЗовским порогом еще пока, да? Ну, да. Мы сейчас, с 2016 года идет, с 2014 года у нас мы работаем по программе комплексный план мероприятия борьбы туберкулеза в республике Казахстан. А с 2016 года к этому постановлению прибавилась еще новая модель, интегрированная модель контроля туберкулеза в республике Казахстан в структуре, которая стоит приоритетно, стратегически первая. Это снижение заболеваемости туберкулеза на 100 тысяч населения меньше 50. Это достижимая цифра? Это достижимая, потому что тем снижением заболеваемости за последние 5 лет в среднем идет 5,8% до 13,2%. Ну, в среднем 9-10% снижение. Хорошие шаги. Да. Ну, если мы знаем, что 58,4% в прошлом году был, ну, достигаем в течение, ну, можно сказать, к 2020 году это будет порог намного меньше, чем 50 на 100 тысяч населения. Ну, там еще в интеграции этой модели стоит снижение смертности среди заболевших туберкулезом. То есть это ранний охват лечения, изоляция, госпитализация по моностатусу, то есть по своим видам заболевания, заразной, незаразной формы. И непосредственно контроль лечения, то есть повысит приверженность к лечению больных среди уязвимых групп, те, которые не имеют без определенного места жительства, имеющие вредные привычки, алкоголизм, наркомании и другими вещами, которые у нас нежелательно занимаются, которые и имеют в себе туберкулезную инфекцию. Вот в этой группе мы неустанно работаем, мы ежемесячно мониторируем и даем оценку деятельности, первичной медико-санитарной помощи. Это то есть в поликлиниках у нас 373 врачей общей практики работают в области, которые активно занимаются профилактикой туберкулеза, выявлением, проведением алгоритмов, чтобы не было туберкулеза, и отдифференцировать. И то есть ранее диагностику туберкулеза, чтобы ранее стадии обнаружить и пролечить минимальными затратами, то есть чтобы не было лекарства устойчивой формы туберкулеза, и не было, чтобы заразной формы туберкулеза, и чтобы не заразились окружающие. Да, самое главное. Ну вот общую картину вы обрисовали такими широкими москаевами, но мы к ней еще вернемся. Я вот хотел Назгуль вопрос задать. Вот насколько я знаю, сейчас серьезно обновляется оборудование, да, вот именно в вашей сфере. Расскажите, что у вас появилось нового и над чем вы сейчас работаете? Ну, на сегодняшний день важное значение имеет контроль над лекарственной устойчивой формой туберкулеза. Это что такое за звук? То есть, когда больной заболевает, первый раз даже может быть, но у него уже устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам. Это мы должны контролировать. На современном этапе лабораторной диагностики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью активно внедряются молекулярно-генетические методы исследования. У нас в области с 2014 года функционирует дженэксперт молекулярно-генетическое метод исследования, которое позволяет в течение двух часов определить именно лекарственную устойчивость к этим основным противотуберкулезным препаратам и начинать уже лечение, адекватное лечение препаратами второго ряда, как мы говорим, если у него устойчивость препаратом первого ряда. Значит, по проекту Глобального фонда у нас в области в этом году будут закуплены, ну, представлены для нашего населения 8 таких еще дополнительных аппаратов. Они распределены по 6 районам нашей области и 2 аппарата у нас будут функционировать в области. То есть это поможет нам в кратчайшие сроки. Если у нас раньше это лабораторная диагностика, то, что мы проводили ранее, 2,5, через 3 месяца мы получали эти результаты, то это как бы большой шаг, что мы в течение двух часов, больной пока обследуется в поликлинике, проходит там... Вы уже понимаете, какая у него степень, да? Да, через 2 часа он уже получает результат и получает адекватное лечение. Этот же метод, значит, в чем его преимущество еще, что он может выявлять в микобактерии туберкулеза, вот возбудители туберкулеза, при скудном бактериевыделении, и когда эти микобактерии теряют свою, снижается их жизнеспособность. То есть в таких случаях тоже может. То есть очень высокочувствительный метод и высокоспецифический метод. То есть здесь мы уже, если обнаруживается, можем стопроцентно сказать, что у больного туберкулеза. Ну, приятно, что такие методы у нас появились и аппараты, насколько я понимаю, современные. А вот специалисты, которые работают на этих аппаратах, они где-то прошли обучение, насколько они готовы с ними работать? Да, у нас, значит, есть в Алма-Ате референс-лаборатория, центральная лаборатория при нашем институте в ТИЗе пульмонологии. Значит, два врача и два лаборанта обучились работе на этом оборудовании. И, соответственно, мы уже своих сотрудников сами обучили. В принципе, все сотрудники лаборатории владеют этой методикой. На те аппараты, которые мы еще получим, будут тоже представители глобального фонда, сотрудники референс-лаборатории города Алматы, выездные у них будут обучение, и на базе референс-лаборатории будут обучение. Все это в этом году запланировано. То есть вопросам уделяется внимания достаточно. Нурлана, вот скажите, раньше как-то вот я в своем сознании туберкулез и хирургию как-то никак не связывал, а вот вы заведующий целым таким отделением. Что произошло в методах лечения, что появилось такое отделение у нас? Хирургический метод лечения, он используется тогда, когда консервативное лечение, оно себя исчерпало. Тогда, когда в легких остаются патологические изменения, которые, в общем-то, нужно удалять. Или же бывают осложнения от туберкулеза, это так называемый спонтанный пневмоторакс, когда воздух скапливается в плевральной полости и начинает давить на легкое. Или же это легочные кровотечения, которые требуют оказания именно экстренной помощи. Или это, допустим, тяжелые формы туберкулеза, которых необходимо экстренно, допустим, оперировать больного. В год у нас проводится более 250 операций, но это плановые операции. Бывают и экстренные операции. Это операции, которые резекционные, то есть удаляется именно та часть легкого, которая опасна для окружающих. Да, в них содержатся микобактерии туберкулеза. Причем это в последнее время устойчивые формы. Поэтому этот патологический очаг нужно удалять. То есть уже те препараты, которые использовал больной, оно практически уже на них не действует. В последнее время мы одним из первых в области используем такие виды операции, как диагностический торакоскопий и лечебный торакоскопий. То есть это операции, которые проводятся при плевритах. То есть когда накапливается жидкость вокруг легкого. И для того, чтобы определить причину вот этого скопления жидкости, стали применяться именно вот эти операции. То есть 75% по нашим данным, мы уже имеем богатый опыт, это туберкулезные поражения плевры. Тогда, когда или же это оставшиеся 25% обычно приходится на обычное воспаление плевры. Это может быть при пневмониях, то есть плевропневмонии. Это может быть при онкологических процессах. Или же это при сердечной недостаточности, начинает скапливаться жидкость в легких. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, проводят вот эти операции. Ну или апароскопические операции, они как-то на слуху у жителей города, то есть которые проводятся при заболеваниях в брюшной полости. А торакоскопические операции, они проводятся в основном у нас в обл. тубиспансерии. Для чего? Для того, чтобы уже визуально мы видим, что происходит в плевре. То есть для туберкулеза характерны вот такие изменения. Для обычного воспаления такие изменения. Но самое главное то, что проводится биопсия именно плевры. Изучается гистологически, и тогда уже конкретно ставится диагноз. Это туберкулез или какое-то другое заболевание. Так это новое направление? Это в принципе, ну новое, не новое, но мы это применяем в течение где-то последних 7-8 лет. А теперь уже последние 2 года мы стали использовать это новые технологии, которые называются клапанной бронхоблокацией. Коллеги, если мы сейчас улыбимся еще дальше, в вашу специальность вас никто просто не поймет. Как-нибудь попроще, чтобы было... Попроще? Да, без особы. То есть тогда, когда у больного имеется поражение легкого, вот допустим, так называемый пневмоторакс, прорвался легкое, какой-то дефект в легком, скапливается воздух в фоливральной полости и начинает давить на легкое. Ну а дышка появляется там, вот больной может от этого и умереть. Поэтому сейчас вот появились резиновые такие бронхоблокаты, которые вставляются в бронх, вот, и уже воздух не поступает в плевральную полость. И все вы это умеете? Или же это легочные кровотечения, ну кровотечение там, надо помочь больному срочно. Поставили бронхоблокатор, вот, и тогда уже кровотечение прекращается. Эти методики вот буквально мы освоили последние 2 года. они используются в России, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, там, в Новосибирске. Вот, то есть прекращается, именно связано с тем, что при, когда уже установлен вот такой бронхоблокатор, то уже воздух практически не попадает в те патологические участки легкого. Вот в этом, то есть последние годы, мы вот буквально за 2 года помогли в этом плане, значит, 18-ти больным нашим. Вот, ну это как осложнение считается основного туберкулезного процесса. Хорошо. Ерлан, насколько я понимаю, любую болезнь, все врачи так говорят, легче предупредить, чем потом лечить, правда? Вот, что должен знать человек, чтобы, я не знаю, ну не скажу, что диагностировать у себя туберкулез, ну как можно предохраниться? Профилактика же великое дело, да? Вот, как не заразиться, как предохраниться, что делать? Ну, во-первых, вот сейчас месячник идет с 24 февраля по 24 марта. Ежегодно это всемирный день, месяц по борьбе туберкулезом. Концепции, то есть целью этого месячника заключается в том, чтобы повысить грамотность населения к туберкулезу. Не в целом медицине, а туберкулезу. Конкретно, да? Да, конкретно. С чего это начинается? Это с профилактики. К профилактике что относится? Это родился ребенок в роддоме, должны вакцинировать БЦЖ. Увы, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем 345 случаев, когда родители сознательно или по каким-то другим различным причинам отказывают детям делать эту вакцинацию. Хотя этим родителям в свое время была сделана вакцинация против туберкулеза. Никто не возражал, да? Да. Вот это первую очередь. Мы, конечно, повсеместно работаем. Прошлый год ввели работу по всей области, во всех лечебных учреждениях. Я знаю, даже мобильные группы были устроены, которые в районах работали. До конца прошлого года отработали. Одни уговариваем, другие появляются, начинают доказывать. Не только по религиозным, но по другим причинам тоже. Опасаются качества вакцины, да, и так далее. Этого бояться не нужно. Во-первых, 32 страны в Европе, да, Евразуме, они идут сами после рождения, ведут своих детей и делают в лечебных учреждениях эту вакцинацию. Еще и платят деньги за это. Да, со своей страховки это оплата. А в нашей стране это уже давно отработано, это государственная программа по библиотуберкулезу, то есть профилактика. То есть, если ребенок вакцинирован, он иммунизирован. То есть, защита есть. Дальше, по ходу роста, развития ребенка, он, конечно, организм сам будет бороться, и не будет этой болезни. В области рождается около, округлено, 20 тысяч детей в год. Так, вот среди них 20 детей в год болеет. То есть, не из новорожденных, а из числа детей. Их всего количество более 212 тысяч детей. 20 детей болеет туберкулезом. Вот за истекший год, прошлый год, из 20 детей, которые заболел, двое ранее не вакцинированные по каким-то различным причинам. Этого не должно быть. Дети вообще не должны болеть. Болеют когда? Тогда, когда не защищены, то есть не вакцинированы. И тогда, когда родители, зная, что он болен и не идет, они обращаются к врачу и контактируют, то есть заражают сознательно или несознательно. Ну, это своего ребенка. Плюс еще, чего еще нужно вот бояться и еще какие-то. Это второе, самое главное сейчас на сегодняшний день, это наше больное место. Это бесконтрольное употребление, то есть антибиотиков покупают в аптеках. Так и сам себе назначает и сроки, и дозировки, и в последующем, то, что вот коллега Назгулька Кимзана сказала, лекарственно устойчивая формула туберкулеза появляется. Именно из-за этого. Да, бесконтрольное применение антибиотиков ведет к последующему устойчивости. Если мы знаем, там несколько рядов антибиотиков, так он одни принимает. Сильно действующие антибиотики, в последующем, получается, их очень сложно будет лечить. А вот то, что новое оснащение лабораторной диагностики, БАКТЭК, ХАИН-тест, это тесты, которые ставим на все антибиотики. Потом с определением теста на лекарственную чувствительность, то есть к антибиотикам, и назначается индивидуально для каждого больного дозировки и антибиотики. Вот это называется множественная лекарственная устойчивая форма туберкулеза или полирезистентная... У нас были, я думаю, под более подробным рассмотром. Хорошо. Понятно. Убеждайте родителей, чтобы прививали своих детей. Убеждайте родителей, что если они у себя какие-то симптомы обнаружили, чтобы обращались, и что еще? И ежегодный флюоросмотр, который должен каждый гражданин, должен проходить чисто для себя флюороскрининг. Это бесплатные, доступные, каждые полиринги 24 передвижных флюоромашин. Так, стационарных у нас в области имеется 67 флюороустановок. Это на 849 тысяч населения. Очень большое и доступное количество. Это можно без очереди, то есть без болезни проходить. Ну вот насчет без очереди я готов поспорить. Ну ладно, хорошо. Значит, проходить вовремя флюорографию. А вот какие-то методы защиты есть? Там, я не знаю, ходить по улице в маске или в магазине в маске ходить. Вот что-нибудь такое вы рекомендуете или нет? Вот как вот ты должен понимать, как должен ты себя вести, чтобы случайно не подходить к инфекции? Вот ведешь здоровый образ жизни, а тут раз, и у тебя туберкулез. Откуда он? Ну, маски, конечно, те маски, о которых мы говорим сейчас, это гигиенические маски от этого туберкулеза не спасают. Я дилетант, я просто говорю, разъясните, что нужно делать. Население, да, это вот что повысит грамотность. Во-первых, если симптомы появляются, это боли в груди, в грудной клетке, да. Это, ну, умеренное температуру, повышение температуры тела, там, так, ну, слабость, там, потливость и еще, что, что его без кашель. Кашель, да, вот, да. А кашель какой-то особенный, извините, при туберкулезе или обычный? Нет, в любом случае это зависит от стадии, вот, когда начинается дак. Поэтому они должны обращаться по месту участковому врачу. И, соответственно, для улучшения этой, вот, то, что вы спрашиваете, вот, выявления и консультации, и доступности специалистам, с прошлого года, с 1 июля мы полностью участковых фтизиаторов, фтизиопедиатров рассадили, разместили по поликлиникам. Это тоже интеграция, новая модель пациента, ориентированный подход на лечение, то есть контроль от туберкулеза. То есть не надо ходить, пугаться за этот железобетонный забор оболту диспансера и на Джамбула-1А с того конца, с разных концов города. А нет свою поликлинику, там в поликлинике находятся и фтизиопедиатры, и фтизиатор. Со всеми вопросами можно обращаться там, через участкового врача, либо напрямую, никаких проблем нет. И там же это все можно определить. Рентген там имеется, установки, флюороустановка имеется, там проблем не будет. Но есть отдельные случаи, если сам пациент, либо горожанин желает попасть, проконсультироваться у специалистов оболту диспансера, и для этого доступ имеется. Поэтому пациента ориентированный подход. Каждый раз технология контроля туберкулеза будет меняться в сторону пациента. Какая потребность у них, вот по той потребности мы будем приближаться к населению, здоровому населению, чтобы они не болели. Если заболели, надо, чтобы мы его установили на ранней стадии. А вот давайте немножко испугаем наших телезрителей. Вот чем грозит затягивание процесса обращения к врачу, если вы почувствовали какой-нибудь из перечисленных вами симптомов? Ну, хорошо, вот такое. Люди, состоящие на диспансерном учете по бронхиальной астме, хронической абстрактивной болезни, легких, сахарным диабетом. Вот, так, эти, вот контингент, который должны проходить, если ему назначено в феврале проходить флюроосмотр, он должен проходить флюроосмотр в феврале месяце, а не в августе или в течение года. Так, это обязательная группа, которая день в день, месяц в месяц должна проходить, а не так, чтобы в отъезде было. Этого никто не гарантирует в последующем. Ну, это, конечно, плюс еще то, что по состоящей диспансерной группе им все рекомендации, которые они не должны перехлаждаться, не должны, там, курение, там, еще другие какие-то вредные привычки, вот это... Обязательно. Обязательно. Не только, там, кашель появился или, там, другие моменты, но, в любом случае, сайт и информация, вот то, что наше обращение, вот, беседа сегодняшняя, это все направлено для того, чтобы повысить еще раз грамотность тюберкулеза. Маски, конечно, не спасают, но должны знать основные симптомы. Кашли, боль, если уже чувствуем, что нужно, ну, нужно обращаться к врачу участковому. Не тянуть. Не тянуть. А если нужно будет обращаться к афтезиатору, афтезиатор такой же узкий профильный специалист, который как кардиохирург или кардиолог в поликлинике. Который может, по крайней мере, идеальность поставить. Ну, да. И с детьми не нужно ходить после пробы МОНТУ, как раньше ходили в обл. тубдиспансеры, и в поликлинике это сейчас, мы эту работу организовали. Чтобы уменьшить количество обследуемых и рентген, подверженных детей на обследование, да, с 2014 года появилась новая методика подтверждения, выявления туберкулеза среди детей. Это пробы МОНТУ мы определили. Подверждение дает диаскин-тест. То есть, если раньше было 12-13 тысяч детей подвергалось обследованию, да, допустим, после пробы МОНТУ, сейчас это количество уменьшилось в 4-5 раз с появлением диаскин-теста. То есть, это еще раз дает тому, что наука не стоит в тезиатрии. Борьба с туберкулезом идет и в доказательной медицине, и в сторону пациента, чтобы детей не пугать, это их халаток и масок. Поэтому в поликлиниках вся помощь. То есть, активизируется роль педвищно-медико-санитарной помощи, то есть участковых врачей в борьбе с туберкулезом. А мы, как афтезиаторы, мы будем координировать вопрос туберкулеза среди лечебных учреждений и населения. — Назгули, вот сейчас Ерлан интересную вещь сказала насчет антибиотиков, что их употребление без санкции врача может привести к негативным последствиям. Но сейчас же мы видим с голубых экранов, по радио, везде реклама антибиотиков широкая идет, и их продают, по-моему, без всяких рецептов. Вот как вы на это смотрите и к чему это может привести с профессиональной точки зрения? — Ну, лекарственная устойчивость бывает первичной, то есть те больные, которые не употребляли антибиотики, но заразились от больных, у которых устойчивость развита, это вот называется первичная лекарственная устойчивость. Вторичная лекарственная устойчивость развивается как раз-таки вот если больные беспорядочно, без назначения принимают эти препараты, или даже у больных туберкулезом, которые принимают препараты, но прерывают лечение, у них тоже возникает лекарственная устойчивая форма туберкулеза. — Ну, конечно, это сложно, наверное, контролировать прием препаратов, если в аптеках продаются эти лекарственные препараты без рецептов. — Но это промах, это недоработка, наверное, да? — Да, потому что противотуберкулезных препаратов как бы очень мало, чем антибиотиков широкого спектра действия, именно противотуберкулезных. — А они есть в открытом доступе? То есть сегодня можно купить противотуберкулезные самостоятельно, нет? — Ну, можно в России купить, допустим, они могут, ну, в соседних республиках, да, возможно. — То есть там они продаются? Странно. Хорошо. — Дело в том, что препараты, которые назначают при туберкулезе, эти препараты лечат и пневмонию, эти препараты лечат там кожные заболевания или заболевания мочеполовой системы и так далее, и так далее. То есть уже туберкулезная палочка, она тоже, в общем-то, хочет жить. Она мутирует все время. Почему-то эти устойчивые формы появляются, да. Раньше, допустим, ну, лет 20-15 назад такого не было. Поэтому появляются новые препараты. К тем препаратам, которые они уже больные получали там 50 лет тому назад, уже устойчивость идет, уже появляются новые препараты. Все время идет мутация, то есть они тоже приспосабливаются. Поэтому с каждым годом вот эти новые препараты сейчас появляются, и с каждым годом более устойчивые формы туберкулеза. Сейчас уже у детей возникают такие формы туберкулеза, которые мы раньше, в общем-то, и не знали. — Хорошо. Сейчас мы вместе с телезрителями канала РИК-ТВ посмотрим рекламу, а после вернемся в студию и продолжим разговор рекламы на РИК-ТВ. Продолжаем программу. Ну, вообще известно, что в Казахстане в ближайшем будущем будет внедрена новая модель медицины, да, здравоохранения, то есть страховая. И там одним из основополагающих факторов предполагается, что население будет солидарно отвечать за свое здоровье. То есть не полагаться в основном на врачей, вот я заболею, пойду меня вылечат там и так далее бесплатно, а что человек тоже будет нести ответственность. Как вы считаете, вот наше общество на сегодня созрело к такой модели врачебной практики? Как вы считаете, Иван? — Население еще не созрело к тому, чтобы ответить за свое здоровье, так, в день, в день, или в назначенные, так, по назначению врача, и нет. То есть есть такая уязвимая группа, которая, группа риска, которую могут еще нарушить и в последующем приведет через... — Да не могут, а прямо скажем, нарушают. — Да, они нарушают, вот в последующем, вот, допустим, даже гуляя с бациллярной формой туберкулеза, сбежал с Караганзинской области, к примеру, да, или с отраво, приходит здесь в парке, гуляет и ночует, и потом начинается, там же дети будут находиться вот и так. Поэтому получается как? Есть низкая приверженность к лечению, то есть не то что лечению, уважение к себе, к своему здоровью, это есть этот контингент, с которым мы должны работать. По этому поводу Всемирная организация здравоохранения через глобальный фонд грант объявил несколько грантов. Первый грант — это короткие сроки лечения полидресцентной формы туберкулеза, то есть лекарственно устойчивой формы туберкулеза. Второй грант — лечение их, вот, короткие сроки, так, и потом их, то есть ранние выявления. Мы участвовали вот три года подряд в этом гранте, и в этом году нам присудили грант, это короткие сроки лечения мультиресцентной формы туберкулеза, так, лекарственно устойчивой формы, потом лечение больных на амбулаторном этапе лечения, то есть, так, это социальная помощь, возмещение, как его, проезда, и многие... — Что позволит этот грант сделать? — Так, этот грант, во-первых, дает вот то, что Мазгуль говорила, это несколько, то есть восемь медицинских оборудований, и плюс еще одно оборудование в пенистарной системе, выявить ранние стадии там же, на месте, там, где живет, в первом лечебном учреждении амбулатории или в поликлинике, в районе или в городе, сразу обнаружит туберкулез и на устойчивость лекарственную. Второе, что можно сказать, это по времени, хронометражу, это ускоряет это. Второе, это та группа, которая уязвима, социально уязвима низкой приверженности к лечению, то есть, которую могут нарушить лечение, вот они будут, для них организовано новое поколение препаратов, которые будут укорочены в течение 4-6 месяцев, они будут находиться на лечении, будут завершать лечение. Ранее эта группа, этот контингент, лечились до 24 месяцев. Очень долго. Так очень долго, они не терпят, потому что нет определенного места жительства, и начинают ходить по домам, по дачам, и начинаются поиски, и мы, включая все межведомственные, межсекторальные взаимодействия, и начинаем поиском, что пока... Это уже ненормальный процесс лечения. Конечно, это... Поэтому сказать, что есть полностью все население солидарно и ответственно за свое здоровье, это очень сложно. Поэтому Грант в целом направлен на социально уязвимую группу. На эту группу, для того, чтобы... Называется тема Гранта НТБ, то есть мир без туберкулеза, или ликвидировать туберкулез. Ну, не знаю, придем ли мы к тому. Скажу вот что. Почему я спросил об этом, о солидарной ответственности. Мы провели опрос среди горожан, вот, по этой теме. И получили... Вот я лично для себя получил неожиданный результат. Давайте посмотрим, что горожане отвечали нашим корреспондентам. Пожалуйста. В декабре. Часто вы это делаете? Да. Год один раз или как? Два раза. В этом году. А для чего вы это делаете? Вас на работе проверяют? Нет, для себя. В смысле для себя? Ну как, здоровье, чтобы было. Для себя. А на работе спрашивают, нужно? Ну да, конечно. Год один раз. В декабре, в конце декабря. Как часто вы это делаете? В год один раз? Обязательно. А для чего в год один раз? Потому что мы сработаем, через дорогу работаем. И каждый год проходим. Типа, да, медкомиссия. В первую очередь, эта филиография. Потом остальные. Пока-то нормально все. Я сам молчусь, сам вообще. Не знаю. Не помните? Не помню. Я каждый год прохожу. У меня осна. Ну вот, недавно проходила. Где-то в январе месяце. А для чего вы проходили в январе? Ну, как обычно, медосмотр у нас, как среди афганцев, там, ну, ветеранов войны. У нас вовремя все это. Ну, как говорится, чтобы проходили филиографию, но от болезней этих туберкулеза, или что там, как называют. А вообще, по вашим мнениям, нужно часто проходить филиографию или нет? Не, вообще-то так по медицине говорят, в год два раза, наверное, или один раз можно проходить, и все, чтобы не облучаться. Я вот в этом году проходил. Для чего? Как? Как для чего? Для себя прохожу я. На работе не требуют снимок? Обязательно надо везде. Кто работает, для себя надо, и для работы надо, чтобы салонная книжечка была. Я филиографию прохожу каждый год, обязательно, обязательно в порядке, потому что туберкулез много же у нас, я не хочу болеть. А на работе вас требуют? Ну, да, комиссию проходим обязательно, санитарная книжка. Но сейчас я не работаю год уже, но я все равно прохожу. Вообще, в ваше мнение пойдет? Обязательно, обязательно надо проходить. Это для здоровья человека же, не только себя, и окружающих, чтобы не заразить, не это. Все-таки сейчас здоровый образ жизни, все за это борются. Так что желаю вам с праздником. Ну, в прошлом году, наверное. Для чего? Так, ну, комиссию проходила на работу. То есть без этого снимка на работу не принимают? Нет, не принимают. А сами готовы ежегодно проходить? Ну, конечно, это же надо. Для чего? Ну, как, выявить болезни, потому что у многих скрытый туберкулез, мало ли. Правильно? Я считаю, организация должна плачивать, тем более это. Это для их тоже, безопасности, чтобы не заражать. Так кто-то скрывает, болеет. Проходил полгода назад. Для чего? Ну, ежегодный медосмотр на работе. То есть на работе без снимка не принимают? Это обязательно. Сейчас любая уважающая себя компания, она обязательно требуется медосмотра. То есть каждая компания, уважающая себя, она заинтересована именно в здоровье своих работников. И вы тоже с этим согласны поддерживать? Ну, конечно. Я думаю, что сейчас уже отношение людей меняется к своему здоровью. Люди более стали ответственны и понимают, что это необходимость. Последний раз фьюрографию когда вы проходили? Я, сейчас скажу, 6 января этого года. Для чего вы проходили фьюрографию? Для чего? Я заболела. И у меня как-то уже год прошел, и скрининг проходила. Ну, в принципе, заболела. Поэтому я где-то в январе всегда, в феврале сдаю. А на рабочем месте проверяют? Требуют вообще? Ну, я не работаю, я пенсионерка. Ну, тем не менее, делаете? Каждый год делаю. Строго. Чтобы быть повереннее? Ну, конечно, это не для того, чтобы какой-то фарса для себя. Поэтому не хотелось бы болеть еще и туберкулезом. На удивление, какие у нас оказываются актюбинцы образованные, да, и такие вот обязательные. Что скажете на это? Ну, это, во-первых, радует то, что население грамотно, вот, то, что, ну, часть населения говорит обязательно то, что там на работе спрашивают. Это декретированный контингент, то есть работающее население, которое проходит ежегодно. Но в любом случае, имея рабочее место у государства или у частного, каждый должен проходить ежегодно свой профосмотр в месяц в месяц. Вот то, что последняя жительница нашего города, потому что она пенсионерка, там, это. Ну, есть обязательные группы, которые должны проходить, состоящие на диспансерном учете наших жителей и те, которые уже отработали в заслуженном отдыхе. Они должны проходить этот профосмотр согласно своего плана. Конечно, сейчас все это обновляется, но работа поликлиники, как мы знаем, улучшается, но в режиме онлайна они тоже должны знать и получать свою дату, когда должны появиться флюрокабинет и проходить для уязвимой группы. А есть еще группы, которые мы, вот сейчас месяц прошел, проходят, мы охватили район, вот часть Гухар, Махамбетовки, Нижних Куралях, ближайшие селы, там, где вот дачные массивы, они не ходят, они не работают, они работают там где-то там. И в первую очередь о самом здоровье, думаю, наверное, да? Да, флюромашина сюда приезжает из поликлиники врачи, из нашей участковой врачей, медсестры и начинает это организовывать. Ну, если имеется поликлиника, конечно, и плюс еще передвижки там, то есть я имею в виду флюромашины, они должны проходить это флюрообследование, обязательно, всем. Тогда, когда мы будем переходить, конечно, полностью, обязательно, социально-медицинское страхование, то есть солидарная ответственность за свое здоровье, вот это население, которое сейчас говорит, что я обязательно буду проходить, они должны будут проходить. То население, которое им не требует ежегодного, только требует в поликлиниках, они должны проходить самостоятельно, приходить. И для себя. Ну, народ это понимает, мы видели. Сознательно, осознательно. Такой вопрос. Я помню, сколько копий было обломано, когда переводили место дислокации областного противотуберкулезного диспансера в черту города. Была такая ситуация, был большой общественный резонанс. Вот сейчас, по прошествию, уже достаточно большого количества лет, как вы считаете, это было правильное решение или нет? Дурлан, вот у вас хочу узнать. И нанесло это какой-то вред непоправимый или нет? Ну, анализ показывает, что во многих городах, вот я, наверное, и тогда говорил, противотуберкулезные диспансеры находятся практически в черте города. Вот, если бы это было настолько опасно, вот, окружающие, мы проанализировали те высотки, которые находятся рядом. Да, это далеко. То есть, сначала появился облтуберкулезный диспансер, а потом появился микрорайон. Казалось бы, и микрорайон не должны были там строить, вот. Но окружающее население, по крайней мере, оно абсолютно, там, заболеваемость с туберкулезом, оно совершенно не выросло за эти вот годы. Вот, поэтому для того, чтобы человек заболел, нужен тесный контакт с больным туберкулезом открытой формы. А так, в общем, рассуждать, конкретики там не было, и сейчас нет. И сейчас, допустим, среди жителей, которые приграничены к облтуберкулезным диспансерам, высокой заболеваемости практически нет. Что вы скажете? Доказательно, я вам могу сказать такую. За последние пять лет среди работников противотуберкулезных учреждений, которые контактируют с больными, не зарегистрировано. Даже у медиков, да? Это не то, что там стоит здание рядом с частным сектором, но в любом случае, наш национальный центр проблем туберкулеза в Алма-Ате стоит частным сектором в расстоянии в пяти метрах. Но, тем не менее, есть санэпид, свои требования, которые должны быть частным сектором, не менее, там, 500 метров, и там, нет. Главное соответствие стационара для содержания инфекционных больных и госпитализация их по моностатусу, то есть по заразности и незаразности. Вот это дает больше нам прогресс, то есть победу, нежели там она находится в центре или за пределом города. Ну и там за пределом... То есть это не очень важно. Да, самое главное, чтобы по инфекционному контролю там была приточная вытяжная вентиляция, и была мотивация больных, мотивация сотрудников, и безопасность, средства защиты, свои маски, спецодежда, которая работает, и плюс, конечно, настроение. Он с настроением должен приходить, сотрудник на работу, и с удовольствием должен уходить с работы. А зарплата стимулирует сейчас настроение врачей? Ну, на сегодняшний день есть комплексный план и дорожная карта, которая утверждена на Акимобласти, благодаря руководству Акимата и управлению здравоохранения, дифференцированная оплата сотрудникам в виде премий, в виде премий, в виде там оздоровления, и плюс еще дополнительный заработок, они предусмотрены. Хорошо. У нас остается не так много времени, и я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям, чтобы достойно, используя, завершить месяц по профилактике туберкулеза. Нурлан, давайте с вас начнем. Я хотел бы обратиться к жителям нашего города. В каком плане? При появлении признаков туберкулеза нужно не ждать, а идти к участковому врачу. И второе. Не надо пугаться туберкулеза. Такое заболевание при раннем выявлении туберкулеза, оно практически хорошо лечится. И окружающие люди больного, значит, они в этом плане должны психологически его поддержать. Не разбегаться в разные стороны. Хорошо. Назгуль, что вы скажете? Я тоже очень, конечно, рада, что наше население грамотное в отношении туберкулеза, проходит флюорографию. Хочу сказать, что лабораторная диагностика туберкулеза, она проводится не только раз в год, но в любое время, когда у вас могут появиться симптомы туберкулеза. И хочу сказать, что все вот эти дорогостоящие методы диагностики лабораторной, они бесплатны для населения. Поэтому они могут обращаться при появлении симптомов и своевременно обследоваться, начать лечение, вернуться своевременно в семью, на работу и так далее. Не бойтесь врачей, в общем. Да, не бойтесь врачей. Хорошо, Ирланд, пожалуйста. Я хотел бы обратиться всем женщинам, мамам, которые приносят в свет детей, чтобы они защищали своих детей со дня рождения, то есть проводя защиту, то есть вакцинацию БЦЖ от туберкулеза. Так, это необходимое. И плюс еще, чтобы все дети были организованы, то есть там, где есть система, так, и плюс то, что вы для детей, если мы что-то хотим сделать в будущем, оно должно быть здоровое. То есть здоровые дети, здоровое будущее. Вы за это, за эти детей ответственны, солидарны. Спасибо большое, спасибо большое за ваше время, за ваши ответы. Спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. На этом все. В следующую субботу поговорим о чем-нибудь другом. Всего доброго, до свидания. До свидания.